Я не ехал, я же работаю, как и дети стоят, каждые 5 минут. Ты в теории? Да ладно, я бы все было ранее. Иди же, опусти ствол, чтобы попасть наверняка. И на правую сторону. А можно втроем, втроем? Полина, можно втроем камеру? Нет, подожди. Я сниму, я прошу. Подожди. Полина, можно? И можно нас развернись, пожалуйста, Полина. Полина, можно пол шажочка, чтобы раскрылась? Камера. Да. Мы готовы. Да, вот, да, вот. Мы готовы. Они снимают вам все. Они тебя оборгают. Ой, супер. Раз, два, три. Девчата, девчата, поворачивайся. Это реально твои? Да, мои. Реально? Ты не мам. Ты не мам. Тебе не мам. Так, маме срочно. Ну правда, на самом деле, это большая работа. Как мы устроили DreamWorks. И как мы устроили, как сегодняшний показ. Огромная компания. Огромная, невероятная мировой тур троллей. Вот. И, ребята, самые, что у меня есть, востребованные. Сегодня, вчера, завтра, я очень этого им желаю. Вот. И эту команду. Просто, кажется, он окружается по людям, которые будут громкоговорителями, а вы самые громкие люди нашего покорения сейчас в году. Вот. Мне кажется, что сам фильм Дрома, он вообще про дружку. Про то, что называется. Люди по интересам все равно находят какие-то контакты. А если это касается музыки, то вообще это произойдет очень невероятно красиво. Вот. Самое классное, что в этом мультике определилась и музыка, и дружба, и... Самое главное, это... Счастливый финал. Да, счастливый финал. Счастливый финал. Конечно. Абсолютно нормальный чувак. Абсолютно классный парень. Абсолютно музыкант. Абсолютно, ну, профессионал в своем деле. То есть, люди, профессионалы, они как бы, собственно, знаете, соревнуются в мелочах. Но пока вы делаете свое дело, если находят свои идеи внешние, просто отлично. Я думаю, что это просто какое-то его интересное художественное продолжение в его творчестве. Потому что, полностью в самом деле, этого фильма занимался. Вот. И мой огромный привет. Он был, конечно, изначально более закрытым человеком. Наверное, это можно сравнить с тем, что он что-то познавал новое. Да? Сейчас мир, он расширился. То есть, глобализация опять же. Можно проводить какие-то параллели. Он стал более интернациональным. Он познакомился с огромным количеством национальностей. который, можно даже сказать, наверное, раз, если говорить в музыке, то раз рок-музыки, раз регги, раз фанка. И это все вбирает персонаж. И он как будто знакомится с этой жизнью и становится открытым больше. И я провожу это параллель, на самом деле, с собой. Потому что невозможно, когда ты понимаешь, что этот анимационный фильм вот стал прицеп и языцеп, да? Он стал, ну, скажем так, абсолютно литературным героем для молодежи, для абсолютно маленьких детей, для взрослых. Причем язык о рисковании сейчас стал максимально широким. То есть, когда я озвучивал его, я понимал, что это будет интереснее реально родителям детей. Родителям уже подавлено столько. А были какие-то различия? Озвучение? Было ли проще вторую часть озвучить? Ну, поскольку вы уже знали сегодня? Нет, было сложнее. Было сложнее. Почему? Потому что, во-первых, я так абсолютно понял и четко понимаю, что кто занимался музыкальным, продюсированным, конечно, начинает Джастин Тиммервейк. Вот. Как это написать на русском языке? Музыкальная часть, самая финальная. Ну, я не знаю, для музыкантов, для меня это, мне кажется, ну, это апогей просто какого-то, не знаю, локального искусства, которое неразделимо с детства. Очень круто сделано. Настолько тонко резко. У вас потрясающая компания, еще две девчонки прекрасные, талантливые. Как с ними работал и сдавал с Полиной в этом фирме? Полина стержневая девушка абсолютно, до 100%. Гагарина с Викторией Данеком мы уже знакомы давно. И я имею в виду в деле, в ощущениях, и дети, не знаю, подростки, если все равно, ассоциируют эти голоса. И мне было крайне приятно понимать, что я это буду делать с Викой. Возможно, если бы ее не было, не знаю, как бы все произвелось. Фирма! Продолжение следует...